Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Буквально в сентябре я показывала пересадку фаленопсиса Абба и показывала, что пересадка прошла успешно. Он нарастил много воздушных корешочков. Вот они. Но спустя какое-то время все-таки мои руки зачесались. И 20 января я решила достать Аббу из субстрата и заново пересадить в его же субстрат, но только заглубить вот этими воздушными корешочками. И еще я отрезала пенечек. Почему я его отрезала? Потому что я заметила, что новые корешочки растут воздушные, те, что выше уровнем под лисими. А вот эти корни, они почему-то не хотят расти. Не знаю, с чем это связано, но вот от него остался еще пенечек. И вот так вот выглядит уже пересаженное растение. Сейчас покажу его со всех сторон. Корешочки есть. Видны, вернее, корешочки через стенки горшочка. Есть возможность за ними наблюдать, за их ростом. Ну а пенечек, он также стоит у меня. И я также надеюсь на то, что он будет успешно давать детулечков. Сегодня 12 февраля. Вот так вот уже растут корешочки после пересадки. Вовсю растут кончики. И здесь, и с этой стороны орхидейка после полива. Ну и как обычно, еженедельный осмотр орхидеи во время полива. И вот-вот снова. Снова эта же ерунда. Несмотря на то, что орхидея посажена на самом верху. Вот вверху пенопласт и снизу, и сбоку здесь вот пенопласт. Здесь сухо. Если у кого-то возникает мысль, что на пенопласте какое-то там испарение. Нет, ничего подобного. Все сухо. И именно прямо вот над возвышением вот гниль. Она не внутри, казалось бы, не там вот, где, казалось бы, по, ну, более, больше влажности. А она прямо вот снаружи. Никак не хочет этот фаленопсис нормально жить, спокойно жить. Ну, удалю я пока вот этот лист. Начну с удаления листа. Как бы достать из горшка я его успею. И хочу еще раз сказать, что это не из-за пенопласта. Так, вокруг немножко уберу этот субстрат. Ну, здесь, ну, здесь пигмент красный. И тут тоже пигмент. Непонятно, то ли пигмент от самой орхидеи, то ли фузариоз, учитывая все с ней происходящее. В общем, ничего не понятно. Сейчас я пинцетом постараюсь чешуйки убрать. Зачищать вроде пока нечего. Зачищать этот пигмент тоже я не вижу смысла. Если это пигмент из-за расцветки фаленопсиса, то его тем более не надо зачищать. А если это уже фузариоз, то его смысла нет зачищать. А так вроде коричневатого ничего пока не замечаю, чтобы зачистить, замазать. Ну, не знаю, что она будет делать дальше. Вот это изнутри, это снаружи. Подождем до завтра. Не стану я ничем замазывать здесь. Тут, кстати, стволик чувствует себя замечательно. Вот то, что я зачищала и не замазала тоже. Вот видите, он светленький, он хорошенький. То есть гниль пошла выше. Но если оно, конечно, все-таки идет дальше гнить, то уже и смысла нет даже срезать верхушку этому фаленопсису. То он уже все, он уже пропадет. Это уже будет говорить о том, что инфекция очень-очень глубоко внутри растения. Ну и еще, конечно, во мне теплится, очень теплится надежда. И я уже подумала, ну, может быть, лист желтеет из-за этих корешочков, из-за того, что вот эти корешочки травмировали просто этот лист. Может быть, он поэтому пожелтел уже. И тут вот листочек лезет, пытался пробиваться, но не получилось у него. И лезет он наверх. Ну ладно, подождем, подождем, увидим. Сегодня 20 апреля. И вот как выглядит Аба спустя 3 месяца после последней пересадки очередной. У нее ничего больше не желтит. Я надеюсь, что я была права. И тот листочек пожелтел от того, что его травмировали вот эти вот растущие корешочки. Здесь у него этот корешочек подрос. Тут растет новый корешочек. Листик подрастает из центра. Сейчас я покажу его как нибудь. Вот он, листочек. И в горшочке есть как и пропавшие корешочки, так и растущие корешочки. Вот здесь вот корешульки растут. Тут вот тоже растут корешульки. Тут вот пропал один корешочек. Еще где-то я видела пропавший корешочек. Но в основном растение чувствует себя хорошо. И вот находится в росте. А, вот еще корешочки пропали. Видимо, это те корешочки, которые были треснутые. Вот виламин на них пропал. Пока что с растением все хорошо. Я надеюсь, что и дальше с ним все будет хорошо. Ну, а пенечек. Пенечек дал детолечек. И одну деточку я точно себе оставлю, учитывая особенности этого сорта. А вторая деточка у меня уже забронирована. Ну, я надеюсь, что он вообще вытянет как бы всех этих деточек. Так что пока тоже как бы не будем пока отделить шкуру неубитого медведя. но пока что как бы если выживет одна деточка, я ее оставляю себе. Если две деточки, то она, вторая деточка, она для моей подруги. И совсем недавно вот я заметила вот это вот маленькое зелененькое пятнышко. Я думала, что это корешочек растет у этой вот деточки. Но сейчас уже это пятнышко увеличилось. И я так думаю, что это очередная деточка. Но не знаю, сколько деточек он вытянет. Вот в чем вопрос. Поэтому я пока никому ничего не обещаю. Никаких деточек пока никому не бронирую. Как бы две вот эти вот крупненькие деточки. Они уже за хозяевами. Ну, надеюсь все-таки, что пенечек взрастит и этих деточек, и третью деточку, и может быть еще деточек даст. Потому что в принципе, хоть пенечек и небольшой, но он такой живенький. И корешочки тоже у него живенькие. Корешочки не пропадают. С корешками все хорошо. Ну, а там дальше я буду его показывать, этот пенечек. И там дальше уже видно будет, что с его детулечками, сколько их у него. Ну, на этом оставлю, вернее, на этом закончу свое вот это видео. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк или дизлайк. Кому как нравится, кому что не нравится. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочку на нее найдете под видео. Ну, или просто заглядывайте в нее. Там вы найдете много красивых, интересных оркидейчик. И всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok